Посёлок Ласьва, Краснокамский городской округ. До Перми 20 километров. Большинство жителей учатся, работают, посещают детские сады и поликлиники в краевом центре. Но автобусного сообщения с ним не было никогда. Люди годами просили запустить к ним маршрут. Ежегодно такое обещание власти давали. Но на этом всё и останавливалось. Причин было много. Дорога плохая, остановок нет, освещения отсутствует, мост надо ремонтировать. Местные жители решили действовать самостоятельно. В итоге всё-таки решились запустить сами автобус. Договорились с перевозчиком. Вы сами? Сами жители. И заказали автобус. Оформили его как заказной. Автобус зафрахтовали. Транспорт начал ездить с конца апреля этого года сообщением о Верята Пермь. Проезжая ещё несколько населённых пунктов, включая Ласьву. Перевозчик брал по 30 рублей за проезд. Всех всё устраивало. Вот когда автобус пустили, прямо за радость я и думала, выходишь, ребёнка садишь, он к вам до школы доезжает. Вот как охоз раньше пели песни, то же самое сейчас. Когда вот пустили автобус, все были безумно рады. А сейчас что происходит? А произошло то, что предпринимателю запретили с начала августа перевозить людей. По тем же причинам. Дорогу надо привести в порядок, установить освещение, остановки и так далее. Кроме того, перевозчику нужно собрать необходимый пакет документов. Он это сделал ещё месяц назад. Но пока никаких подвижек. Дело в том, что когда это всё будет длиться, это может растянуться на большое время. А людям, тем более сейчас они уже привыкли, и надо, видите, сколько людей. То есть это только часть. Те, кто на работе, просто не могли прийти. Негодование местных жителей растёт. До начала учебного года меньше месяца. Садик у нас, вот, точка ходит на железнодорожном. Больница у нас на пролетарке, микрорайон. Вот как хотите, так и добирайтесь. От больницы до Ласьвы мы платим такси 250 рублей. До садика неизвестно, как добираться, кто подвезёт, когда и как подвезёт. У местных жителей есть ещё один способ добраться до Перми. С помощью электрички. Неподалёку станция Ласьва. Только дорога здесь в безобразном состоянии. Да и сама электричка ходит не особо часто. Местные жители уже не раз обращались к власти. Писали в местную администрацию, в Минтранс и губернатору. Отовсюду получали один и тот же ответ. Все условия и инфраструктуру надо приводить в норму. В последнем письме им пообещали, что все работы завершат к июлю 2019-го. На дворе август. Мы обратились в Министерство транспорта края и получили следующий ответ. 2 августа 2019 года Министерство транспорта Пермского края совместно с представителями Ространснадзора, ГИБДД Краснокамского района Пермского края провели обследование дорожных условий на автомобильной дороге сообщением Перм-Новосёлы-Ласьва. Комиссии принято решение о признании возможным установить межмуниципальный маршрут регулярных перевозок Перм-Новосёлы. В настоящее время Министерство готовит необходимую документацию для проведения процедуры открытого конкурса на право осуществления перевозок по этому маршруту. Аукцион состоится до конца августа. Юлия Алеева, Евгений Гуляев, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова